Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я и моя дочь, старшая Елена, с своими дочками приехали на дачу, на нашу. Мы находимся в нашем новом строящемся доме, еще не законченном. И я хочу вам сегодня рассказать о том, как мы съездили на Минерал Шоу в город Екатеринбург. Там я приобрела кое-какие камни, а поехала я на эту выставку из-за того, что мне заказали браслет с лунным камнем. Итак, я вам сейчас покажу, что я приобрела. Итак, вот он этот лунный камень, за которым я поехала. Это натуральный камень. Посмотрите иризацию. Видно или не видно? Плохо видно. Плохо видно? Так, как сделать? На свет надо? Сейчас видно? У меня оператор сегодня, Мирина, моя дочь. Вот такой вот натуральный лунный камень. Я взяла бусы, так как мне показалось, что это выгоднее, чем брать браслет. Браслет я буду делать с лунным камнем и розовым кварцем. Так, пока захотела заказчица. Вот такой еще мы прикупили. Такие бусины. Это сахарный кварц. Мне очень понравился. Хочу вставить свое слово. Это мне показалось, как будто битое стекло. Такой необычный как-то красоты камень. И он, я думаю, хорошо будет смотреться в украшении. Ну вот мы планируем сделать из него бусы, серьги. Ну и если хватит, то еще и браслет сделаем. Вот такой камень. На выставке такого камня очень много. И разных расцветок, и разного размера бусины. Мы выбрали самые крупные. Вот такие камушки. Еще я приобрела вот такой розовый кварц необработанный. Вот такие камни, мне кажется, можно использовать для подвески в бусах с розовым кварцем. Мне кажется, даже серьги очень хорошо будут смотреться. Ну вот попробовать подобрать одинаковые камни для сережек. И самые крупные выбрать на подвески. Я думаю, будет очень хорошо. Так, браслет. Вот такой браслет. Обычный браслет из Лабрадора. Вот сегодня солнышка нет. И иеризацию плохо видно. Видно, видно. На нем видно, да. Вот. Такой. Браслет на резинке. Давно хотела. Хочу еще прикупить кабошоны такие. Вот на этом камне, да? Хорошая иеризация. На нескольких там прям видно. Вот. Такой браслет. Что еще? Агат. Обычный черный агат. На одной нити здесь бусины двух размеров. Я точно размера не знаю, но, наверное, миллиметров 14 и 12. Вот такая нить. Эти камни я покупала у продавца. У него есть интернет-магазин. Называется Уильи. Находится он тоже в городе Екатеринбурге. И они постоянно на этой выставке бывают, продают камни. И в прошлом, в прошлый раз я покупала у него ниточки с различными камнями. На одной ниточке микс камешков. Это мне очень нравится. У него же вот я прикупила вот такие вот кубические агатики. Размер тут, наверное, 4 на 4 миллиметра. То есть постаралась найти необычные камушки. Это, наверное, на мужские браслеты, да, лучше? Можно на мужские браслеты. И как проставочные бусины тоже можно и в колье использовать. Черный агат. Затем купила еще два кабошона. Вот такой кабошон. Это флюорит. У меня есть галтовка флюорита. Вот думаю делать кулон и колье, бусы или подвеску вот с этим вот флюоритом. В прошлом, в прошлое свое посещение я у этого продавца покупала слюдит. Я специально у него спросила, как правильно этот камень произносится, название этого камня. Слюдит. Из этой же серии, из серии слюдитов, вот такой камень. Называется он фуксид. Кабошончик фуксида. Зелень я люблю, поэтому приобрела такой кабошон. И с нефритом его можно использовать в кулоне. Ну и с другими зелеными камешками. Здесь тоже просвечивает слюда и поблескивает. Хорошо. Ну и напоследок остался камень, который первый раз я увидела и не знала даже о его названии. Продавцы нам сказали, это тоже у Ильи мы покупали. Называется Лизардит. Очень интересный камень. Свойства у него очень интересные. Очень хорошо он женщинам подходит. Вот. Также магические свойства тоже присутствуют. Имеет магические свойства. И об этом камне мы немножечко попозже расскажем. Но посмотрите, вот он в трех видах. Три нити мы взяли. Ой, тяжелый очень камень. Очень красивый. Я его хочу примерить к себе. Смотрите, как смотрится. Да, его носят еще на шее в сережках. То есть в районе шеи обычно какие-то украшения. Чтобы действие камня проявлялось сильнее, да? Вот. вот к этому платью очень хорошо подходит. Да, согласна. А также еще камешки в бусинах, круглые бусины. Наверное, 10 миллиметров тоже. И вот такая оголтовка. Этот камень лизардит бывает от вот такого почти белого цвета и до темно-зеленого. То есть его можно миксовать различным образом. Будет очень-очень красивое украшение. лизардите. что мы приобрели и в ближайшее время расскажем еще о лизардите поподробнее. Ну и будем использовать другие камни, которые пришли на заказ. Буду делать заказы. на этом все. До свидания. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!